Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, разработчик Nord Stream. И сегодня я с удовольствием представлю вам новую серию для ловли прудовой форели. Это Trautist X. Trautist X занимает промежуточное положение между нашими концепциями SCS X и концепцией WX Construction. Дело в том, что у Trautist X и вершина и комель сделаны с использованием препрега X-образного изготовленного прямо на предприятии и в принципе этот препрег составляет его скрим. То есть, как и в серии WX Construction, здесь стеклопластика абсолютный ноль. Что нам это дает? Нам это дает великолепную неломаемость наскручиваемости, потому что X-образный препрег не позволяет разрушаться особенной вершине волокнам графита, которые идут продольно вдоль бланка. Дальше нам это дает определенный строй, но и очень неплохую чувствительность. Вся серия Trautist X состоит из шести удилищ. И формально она подразделяется на три таких под серии. Давайте общие характеристики, а потом уже разберем конкретно по каждой модели, что для чего и как. В варианте, как я это вижу, ну понятно, что это не аксиому. Возможно найдете другие варианты применения. Итак, материалы. Материал здесь T-800 и T-M40J. М40J порядок здесь не сильно много. Он только в небольшой части комли, по одной простой причине. Как бы если М40J будет дальше, строй будет уже сильно быстрый и самое главное будет повышенной жесткости. Для форелевых спиннингов это как бы не самое лучшее решение. Дальше кольца. Кольца это Seagate, вставки RS. Это там китайский вариант T-RZ. Это минимальный диаметр колец. Правда встали, не Titan. Котушку-держатель, естественно, Fuji. Собственно говоря, если коротко, то по основным моментам это все. Что еще? Спиннинги не тяжелые, но как таковой вот этой вот идеей сделать максимально-максимально легкий вес я не преследовал. То есть здесь есть металлические элементы, которые немножко увеличивают вес, но все это на самом деле в рукоятке, поэтому никаких проблем ни с балансом, ни с работой бланка, ни тем более с вываживанием, из-за того, что это не самый легкий, наверное, вариант спиннинга. Их, в принципе, нет. Теперь давайте конкретно остановимся на каждой модели. Итак, первая, условно говоря, под серией, это два картыша. Вот один у меня сейчас в руках. Это спиннинг с длиной 6,3 с тестом 0,3-3. Это самый легкий вариант спиннинга, и в первую очередь он рассчитан на небольшие колебалки. То есть спортивная ловля, либо при необходимости небольшие колебалки весом до 3 грамм максимум. Если они не сильно изогнуты и упористы, вот это его прям основное назначение. Спиннинг короткий, спиннинг в принципе не рассчитан на очень дальний заброс, его основной конек это короткий заброс и точность. Можно ли применять эту модель не в арие ловли форели? Да, в принципе, можно. Единственный момент, давайте только учитывать. То, что на течении, если вы будете на течении, все-таки сильно объемистые и упористые приманки ставить не советую. Все же форель, это в первую очередь строй от среднего до среднебыстрого. Это не очень большая жесткость, хотя назвать их соплями я не могу абсолютно. Эти спиннинги достаточно строгие, но при этом акцент на вываживание сделан просто громаднейший. То есть, по моей задумке, спиннинги должны держать рыбу, и при этом они не должны быть совсем мягкими, чтобы не было вот этого неудобства и дискомфорта при забросе. Итак, самый короткий, вот он, я ему просто только что ловил, мы на парусе север, как всегда. Следующая модель чуть-чуть длиннее и чуть-чуть мощнее. Я бы сказал, что для небольших платников, для ситуации, когда не необходим дальний заброс, это самая универсальная модель. При длине 6.5 и тесте 0.5.5 он закрывает практически все варианты ловли на коротке. То есть, это у вас колеблющаяся блесна, возможно, это небольшие вертушки, не сильно упористые, и отчасти это воблеры. Воблеры, в принципе, до чабика 38-го можно смело ловить, никаких проблем с ним не будет. То есть, я бы сказал, что если вам не нужен дальний заброс, вот этот вариант, он, собственно говоря, ваш. Следующие две модели, они немножко другие. Они чуть более среднего строя, они в первую очередь рассчитаны именно на дальние забросы. И разница у них в первую очередь только в тесте. Значит, самый легкий вариант при длине 6.6, 0.4.4. Это вот такой универсал с акцентом на не сильно объемные и не сильно упористые приманки. То есть, чабика он тянет вполне, но основное назначение, и лучше всего он раскрывается, в варианте работы колеблющими блеснами от довольно небольших, там 0.7, 0.8, 0.5 грамма, и до вполне себе упористых, то есть, вот 4.2 грамма на растриновской блесны я им совершенно спокойно работаю. Четвертый вариант, четвертая модель, пожалуй, моя самая любимая, это рекордсмен по дальности среди всей серии. Невзирая на то, что у него длина всего лишь 6.8, то есть, это 2.03 всего лишь, он выигрывает по дальности заброса у модели, например, 6.5, примерно 25-30%. Если поставлен заброс, если используется та же леска, та же приманка, 25%, иногда даже получалось 30%, выигрыш в дальности. Почему? Потому что строй у него, как и у модели 0.4.4, несколько более медленный, но при этом есть кусок на комле, который ориентирован именно на дальний заброс. Это чуть-чуть хуже сказывается при ловле на коротке, когда ты берешь рыбу, не коротким посадчиком, и приходится, соответственно, перекладывать всю нагрузку вот сюда вот. Но все это в пределах допустимого, на эту модель я поймал ни одну, ни две, и ни десяток форелей. Сегодня в том числе. Далее. Далее идут две модели, которые идут с вклейками. Это солиды. Первая модель легкая. Это при длине 6.4, его тест 0.4.4. Вот он солид. Солид, я бы не сказал, что он очень мягкий. Я не стал делать слишком мягкий солид. Я сделал такой вариант, который, с одной стороны, обеспечивает нормальную игру, нормальную работу бланка. И, главное, вершине при проводке силиконовых приманок. Полятное дело, что солиды в первую очередь рассчитаны на силикон. Вот. И при этом она не проваливается раз, а во-вторых, она все же как бы достаточно жестко для того, чтобы делать легкие рывочки. Нет заваливания при вот этих вот легких рывочках, если мы ведем силикон не впрямую и не покачивая, а именно таким, условно говоря, полутвичем. Ну и последняя модель. Это тоже с солидом. Я бы не назвал ее уже чисто под силикон. Хотя в первую очередь она делалась под него. Но силикон именно в варианте довольно объемных приманок. Вот у меня тут висит такая вот силикошка. Достаточно толстая, достаточно тяжелая и достаточно объемная. Вот как раз основное назначение вот этой модели, а это у нас Trautist 672. С тестом 0.5.5. Вот это объемные приманки. Но при этом же из-за того, что солидная вершина несколько более жесткая, чем у предыдущего, более короткого варианта, у нас получается возможность ловить не только на силикон объемный, но и, соответственно, на колебалки. И даже вот у меня получалось нормальный Тридцатевый чабик на нем прогнать. Хотя уже вершина, конечно, напрягается. Это его прям край и предел. Собственно говоря, все модели получились достаточно чувствительными, бросковыми. Особенно вот это вот, то, что у меня в руках. Вот этот солид и 6.203 модель, которая позволяет именно кидать далеко. Не сливающими рыбу практически. То есть, сходов с них крайне мало. Но при этом, как я уже говорил, они достаточно мощные, чтобы держать эту рыбу, чтобы ее контролировать. В общем, на самом деле, я бы сказал так. Если самые легкие модели, там 0.33, 0.44, вполне подходят для ловли спортивной маленькой форельки, то более мощные модели, в первую очередь, конечно же, это обычная любительская ловля. Когда форель достигает килограмма, двух, бывает и больше. И я видел свою задачу именно сделать такие спинни, которые, с одной стороны, позволяли бы работать и с относительно некрупной навеской, 0.5, 0.8. Но, с другой стороны, смогли на равных бороться именно с крупной форелью, особенно по осени, когда она очень активна. Когда ее не просто взять, сопротивляется до конца. Или вот сейчас весной у нас та же ситуация, там килограмм катаешь примерно минуты полторы-две. Для того, чтобы нормального взять на довольно тонкую притемку. Иначе просто рвет. Обрыв сегодня уже был. Вот. В общем, общая концепция, она вот такая вот. Вот. Надеюсь, спиннинги вам понравятся. Если будет возможность попробовать. Очень хотелось бы получить, естественно, какую-то обратную реакцию у тех людей, кто их попробует, кто им попользуется. Ну, а мы будем продолжать ловить рыбу, придумывать новые спиннинги. Ну, и, собственно говоря, наверное, на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и увидимся на воде.